Творятся вот именно в рамках вот этого чемпионата, который, может быть, на который мы и обращаем не так много внимания, как порой надо бы. А вы знаете, что на чемпионатах, то вот именно на чемпионатах нашей страны и проявлялись и качество бойцовские, и художественный замысел, и мастерство, и перспективу, где мы могли увидеть раньше фигуристов. Мы смотрели на чемпионатах страны, то есть когда все собираются, и мы уже знали, кто сколько стоит. То есть для нас чемпионат страны это, ну и до сих пор еще сегодня считают, что чемпионат страны это выше, даже где-то более волнующее положение, когда у тебя вот здесь вот именно в родных стенах соперники, когда нет прослойки. То есть вот сегодня Ягодин, Плющенко, Климкин, а все-таки какая-то прослойка на чемпионат мира американцев есть, в Европе не будет прослойки, опять не будет в Европе, но на чемпионат мира будет прослойка. Вот это какое-то другое уже самочувствие, другое ощущение. Вот это очень важная такая дифференцировка идет соревнований, турниров. И для каждого вот какой-то турнир, он какую-то ставит обленную задачу вместе с тренером. Какую задачу? Это естественно, они нас не посвятят в это. Они скажут одно, да, мы готовы, мы хотели так сделать, но действительно, ну не получилось, ну что делать, ну как-то еще не вечер. Странной жизнью мы здесь в России немножко живем, но какие-то ценности вроде бы мы подхватываем, мы какие-то с другой стороны внимания не обращаем. Я, предположим, вот тут сейчас у нас с Геннадием Крапоносовым был такой разговор по душам. Говорю, ну почему, почему вы нас не поддерживаете? Почему, если канадцы, даже все проигравшись в пух и прах, он имеет в виду Шоленбург, но ведь прокрация, приезжают в Канаду, то им там ордена отдают, а нас вот тут ругают, страдающие. Ну, конечно. Ясное дело, что всем хочется орденов, это все понятно. И что в любом случае орденов Крапоносов-Слиничук за проигрыши не получат. Но они свои уже получили ордена и еще наверняка заработают 100%. Но другой вопрос. Вот мы находимся в дворце спорта Сокольники, который, в принципе, является домом хоккейного клуба «Спартак». С одной стороны, подхватили, молодцы, висит под куполом этого замечательного дворца спорта, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, маек, на которых написано «Зингер», «Лябкин», «Майоров», «Старшинов», «Майоров», «Якушев», «Шадрин», «Шалимов» и последний не вижу. Зимин, конечно. Зимин, да. И нет же у нас ни такого клуба, ни такого дворца, под которым и висит Леничук, Карпоносов, те же, те же. Так нет, зачем, зачем другой дворец? Зачем другой дворец? На этом катке вырос Сергей Волков. На этом катке выросли чемпионы мира в танцах на льду. Майя Усова, Александр Жунин. На этом катке выросли чемпионы Олимпийских игр. Выросли Марина Климова, Сергей Пономаренко. На этом катке выросли двукратные чемпионы мира Олимпийских игр. Оксана Грещук и Евгений Платов. Почему? Ирина Слуцкая. Ирина Слуцкая. Почему нет нигде их здесь фотографий? Это же, вы знаете, даже вот спартаковские болельщики, хоккейные, футбольные, им очень интересно знать. Вот я на радио выступал, сегодня говорил, что это спартаковцы. Это те же спартаковцы. Они тренируются вместе с хоккеистами, тренировались на одном катке. Честь им и хвала. Но, к сожалению, вот и делятся с ними хоккеисты. Говорят, ребятки, миленькие, ну забирайте лед у нас. Они отдавали этот лед Наталье Дубой, которая замечает на работу здесь танцевать над дуэтами. То есть такие потрясающие танцоры вышли. Вот именно из стен вот этого замечательного дворца. А ему уже свыше 40 лет. Я вспоминаю, когда был открытый дворец спорта. Мы здесь тренировались на открытом катке. И ты как тренировались, и как мы себя весело чувствовали. Кстати говоря, Кудрявцев-то, как тренер, появился здесь вместе с своим Сережей Волком. Он начал свою тренерскую работу 42 года назад. Вот на этом катке он здесь сделал первое свое тренерское па, как говорится. То есть еще тогда никто не знал. На этом катке эта история. Естественно, я думаю, после нашего выступления, мы, может быть, на следующий год увидим, что будет где-то еще какая-то аллея такая слава не только хоккеистов. Зингер, Лябкин, майор, старшинный майор. Еще раз, Якушев изумительный. Ребята, Александр Якушев, очень прекрасный человек, изумительный. Все они хорошие, умные, отдали родине нашей все свои силы хоккей. Но здесь же есть и те, которые отдали свои силы. И фигуристы. Давайте вторую аллею сделаем. Вот напишем. Волк, Усова, Жулин, Климово, Пономаренко, Грещук, Платов, Слудской. Честь вам и хвала. И все с надписью «Спартак». «Спартак». Ну и вот другой вопрос. Если, например, у фигуристов этим может заниматься тот же президент клуба, Борис Майоров, как-то это дело поднимать и руководить, то у фигуристов просто никто этим заниматься не будет. Вот вы знаете, к сожалению, я знаю, что сколько много сделал Рудольф Блинов, вот начальник этой базы или главный шеф этой базы, вот я вспоминаю, вот, ребятки, мое детище, вот она, Майя Усова, вот она, Александр Жулин, вот Климово, Пономаренко и так далее. Это его гордость. И не надо стесняться ее показывать. Это труд, который был заложен. Ну а вот они, Антон Клыков и Евгений Плющенко, которые откроют следующую группу участников. Короткая программа, чемпионат России, рядом с Клыковым, конечно же, Рафаэл Арутюнян. Немножко... Мы должны... Так вот и не говорят, сейчас нельзя, не говорят. А ты раз так скажешь, и это очень сложно. Ну не верится. Ну ведь бывает же такое преимущество, когда... Уже нет, уже нет, уже нет. Это войдет, потом уже привык, уже градация пойдет. Вот здесь я должен вырос, а здесь не выражаться. И потом войдет это уже, как бы, вот то, что ты не выражался в одном старте, и перейдет, может, на другое. А игры? Игры? Игры могут только быть такие, если кто-то до тебя катался и допустил срыв, ты можешь сказать так, ты выступаешь по последним старту номером. Не рискуй прыгать два четверных, дело один. Ты выиграешь. Вот в таком плане. Хорошо. Я так думаю, что Евгений Плющенко в любом случае сейчас будет выполнять все по полной программе, несмотря на то, что его соперники так выступили. Скромно. Он под болеро будет прыгать. И четыре с тремя в каскаде, и три с половиной все вместе. Еще как-то рукой подчеркнул. Смотрите, я выехал. Каскад четверной, тройной. Хорошее начало. Хорош, а? Ни на кого не похож. Вообще таким не был никогда, ребят. Воздушенный легок, как бы порхает льдом. Это воздушность на руки, кисти рук. Как они подыривают. А вы знаете, как он играет, играет вот руками, кистью играешь. Я хотел сказать, что эта воздушность еще подчеркивается его неповторимым телосложением, изящным. Даже воздушный причесок. Знаменитый. Женский, но выполняет топе. Евгений Плюшенко. Вращение Бильман. Это единственный момент, когда, можно сказать, что женский элемент не стыдясь. Да, да, да. Хотя я знаю, что когда Евгений Плюшенко взрослел, он говорил своему тренеру Алексею Мишину, ну что вы все с этими вращениями, с этими Бильманами, где девочку из меня делаете? Ему было объяснено. Игра. Игра, игра, игра. Стоит. Понимаете, во всем, да. Вот так вот я сделал хорош, получите, получите. Вот я все исполнил, смотри. А теперь оцените. Получите, это очень правильное слово. Хороший сложившийся ситуацию. Хореограф-работа, хорошая работа хореографа, изумительная. То есть настолько вот такое сочетание характера. Короткую программу, по-моему, Авдыш ставил. Да, 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 Авдыш. Да и костюмы, посмотрите, костюмы очень интересные. Сделал такие как бы простенькие костюмчики, но со вкусом и характером музыки тоже была привлечена профессор, дизайнер, да, Сафронова Ирина. Вот таких вот людей стали привлекать. Не только музыкальных редакторов, балетмейстеров, постановщиков, но еще специалистов по костюмам. Это очень важно. Хорошие программы в этом году у обоих. И у Плющенко, и у Ягудина. И вот к этой программе, вот к этой короткой программе Болером, конечно, нужно было привыкнуть сразу, как любое интересное, оригинальное произведение, она не воспринималась. Сейчас я чувствую с каждым разом все больше и больше в ней силы, все больше и больше пластики, движения, качения и так далее. Ну и, конечно же, вот этих вот, ну, откровенно будем говорить, пижонских штук. Вот здесь раз, ладно, выезд обыкновенный здесь выехал и ручкой так раз. А потом, потом, после тройного акселя он еще и хлопнул в ладоши. Вы знаете, вот важно вот это, что есть противоборство. Вот противоборство спортсменов и противоборство тренеров. Вот это движет и Плющенко, и Ягудина. Вот нужно, нужно и сохранить вот это противоборство. Вот сегодня один учит другого, завтра все поменяется. Понимаете, это так интересно, это движущая сила. И мы вот, ну, просто гордимся, вот. Мы много раз говорили, что у нас такие фигуристы. И вот такое соперничество, она не только дает вот пищу вот такую для их творческого, технического роста, но и за ними идут следующее поколение, и только у нас в стране, но и во всем мире. 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 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 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21. Экоборство спорта Юда, Москва!